Синематограф в Новгородском музее вернулся к истокам и анимел колорита и шарма. Черно-белой картинки добавила живая музыка. В зале с историей прошел первый киносеанс с тапером. Серафима Корша побывала в числе зрителей. Новогодние праздники для киномузея Валерия Рубцова стали временем настоящих открытий. Впервые здесь прошли концерты новгородских музыкантов, мастер-классы и киносеансы с особой ноткой истории, которую можно тонко прочувствовать через старые немые фильмы. Первой в этой афише стала знаменитая картина Владислава Старевича «Ночь перед Рождеством» 1913 года. В зрительном зале собрались все, кто к такой уже забытой форме искусства неравнодушен. Да, нравится, потому что оно не популярно. То есть из-за этого и привлекает. Да, интересно посмотреть, как снималось, как-то все раньше было по-другому. На самом деле есть некоторые интересные картины. Конкретно вот эту, наверное, я не видел, но будет интересно посмотреть. Сопровождение живой музыки. Это добавляет настроение? Надо посмотреть. Наверное, да. В качестве тапера выступила молодая новгородская пианистка Анна Кройнюкова. Для нее подобного рода выступление тоже дебют. Готовиться пришлось основательно. Несколько раз пересматривала фильм, знакомилась с украинскими народными мотивами. Но никакие репетиции здесь не помогут, уверена девушка. Нужен особый подход. Самое главное – это чувствовать. Это чувствовать фильм, чувствовать персонажей, чувствовать действия и так далее. То есть чувствовать и передавать это через музыку. Идея о показе таких фильмов у Валерия Рубцова родилась еще с момента основания самого музея. На одном из этажей еще с советских времен осталось жить пианино. Применение старому музыкальному инструменту нашлось сразу же. Я его, естественно, оставил, потому что точно знал, что у меня будут сеансы под живую музыку. Потому что, ну, куда… киномузей без старого немого кино под тапера, это, конечно, такого просто быть не могло. В будущем такая практика продолжится, обещает Валерий Рубцов. Так что открыть для себя новый, или точнее, хорошо забытый старый жанр искусства сможет каждый новгородец. Серафима Корша, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение.